И все эти мышцы, наша задача полноценно тренировать. То есть здесь на выбор абсолютно весь арсенал для этих мышц. Любые виды жимов надлогрудных, разводки, кроссоверы, сведения, любые виды разгибания на трицепс, гантелями, на блоках, французские жимы, жимы с средним и узким хватом и так далее, и так далее. Кроме того, любые упражнения для адаптивных мышц преимущественно передних пучков. То есть махи перед собой, подъем подборок, допустим, жим стоя, жим стоя различными хватами из-за головы, широким хватом и подобное-подобное. То есть наша задача непосредственно оказывать основной тренировочный эффект на то движение, которое мы тренируем, то есть на жим рёжа. И в то же время поддерживать достаточный уровень стресса на те мышцы, которые непосредственно в жиме рёжа участвуют. Вот он ответ на мой вопрос. Пожалуйста, еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. У меня такой вопрос. Смотрел на вашем сайте статью, там, где изложены общие рекомендации для планирования раскладов различных. И там моё внимание привлекла такая рекомендация, что вес должен постоянно только увеличиться в течение подхода к подходу, а количество повторений только уменьшаться. Хотел бы узнать, чем такая рекомендация обусловлена. Я просто объясню, что, может быть, это моя индивидуальная особенность, может быть, это альтернативный метод, но у меня, допустим, прогресс наблюдается, если я адаптированную под пауэрлифтинг пирамиду использую. То есть я дохожу до максимального, на один раз или на два, после этого я спускаюсь чуть-чуть ниже и делаю легче от количества повторений с большим весом, чем, допустим, когда я шел вверх. Спасибо большое за вопрос. Ну, я могу здесь сказать следующее. Вообще, любые виды пирамид – это приём включения бодибилдинга. То есть ориентирован он на прирост мышечной массы, на разноплановый стресс на одной тренировке, на определённую группу мышц. Если говорить о силовом тренинге, то здесь более результативным, опять же, если говорить о результативности, является немножко иной подход. И заключается он в следующем. В процессе выполнения любого движения, абсолютно любого, у нас наступает накопление утомления, физического и психического. По данной причине лучше всего, чтобы после максимальных весов, которые были показаны в данном упражнении, шло лучше всего другое упражнение, потому что оно способствует психологической разрядке. То есть, пожалуй, максимальный вес, мы находимся на спаде физических и психических сил. И работать, работа вот с любым другим весом, пусть даже он будет меньше, пусть даже в нём будет другое количество подходов, уже будет мало результативно. На этом предположении основывается то, что я на сайте предлагаю двигаться, вот при планировании раскладок только вверх. То есть, только повышать вес снаряда в одном упражнении, ни в коем случае не понижать. Но, опять же, я ещё раз оговорюсь, что данный подход предлагается мной, основан он на эмпирическом методе, то есть, на определении результативности различных методов подготовки. И если ваша система, как вы сказали, обратная пирамида, она на вас воздействует лучше, она приносит достаточные результаты, то лучше, конечно, использовать её, а поменять уже систему тогда, когда она перестанет давать достаточные результаты. Ну, пожалуйста, еще вопросы, будьте добры. Да, пожалуйста, подходите. Здравствуйте, Дмитрий. Хотел бы задать вопрос. От чего зависит соотношение лёгких, средних и тяжёлых весов в силовой подготовке спортсмена и от каких факторов это зависит? То есть, что ростовое соотношение или уже какие-то другие факторы? Спасибо. Итак, соотношение лёгких, средних и тяжёлых весов у нас образует общий показатель интенсивности за определённый период тренировку, неделю и так далее. То есть, средний вес, грубо говоря. Мы можем по определенной формуле, допустим, найдя тоннажную тренировку, разделив его на количество выгодных подъёмов, найти средний вес. Он будет отражать нагруженность одной тренировки. Проведя аналогичную манипуляцию в отношении недели, мы найдём средний вес в отношении недели. Это и будет показатель интенсивности, то есть тяжести, то есть того, насколько мы тяжёлыми и сами работаем. Соответственно, нам эти показатели нужно оценивать и анализировать. Если с течением времени привод определённых показателей, а мы их отражаем документально где-то, то есть не выбрасываем из головы, мы не вспомним, если спортсмен прогрессирует, увеличивает свои спортивные результаты, то значит метод подбора весов, он определён верно. Если же спортсмен не справляется с поставленными задачами, если у него возникает передренированность, если у него возникает апатия, отсутствие мотивации и так далее, это сигнал о том, что нужно что-то менять. Как правило, первый шаг – это понизить тенировочные веса, увеличить процент работы на лёгких весах, то есть там, где мы работали среднее, поставить лёгкую нагрузку, а там, где мы работали тяжело, поставить среднюю нагрузку. И опять же отслеживать результат. Тенировочный процесс – это система гибко-динамически меняющаяся, когда мы ставим перед собой цель быстро и качественно прогрессировать. Мы не должны зацикливаться на чём-то одном. Вот использовать только один метод увеличения силы и другие физические качества. Нужно постоянно модифицировать сегодняшнюю программу, стремиться как можно больше, 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 как можно более высокими темпами прибавлять спортивных результатов. Вот такой вот подход. То есть нужно оценивать, прежде всего, успешность тенировочного процесса и таким образом давать ответ на вопрос «Правильно организован цикл текущих тенировочных или неправильно?» Если он организован неверно, если спортсмен сталкивается с передренированностью, если спортсмен сталкивается с падением или застоем в сбросе спортивных результатов, конечно же нужно что-то менять. То есть понижать цифру. Или если тенировочный процесс излишне лёгкий, спортсмены чувствуют нагрузку, наоборот, его повышать. Вот такой подход. Пожалуйста, ещё вопросы. Пожалуйста. Добрый день. Для выступления в твоей поре и для приседания выбрали широкую постановку ног. Как решали проблему с досьедом? Ведь всё-таки сложнее их досьед, если широкая постановка ног, раз. Во-вторых, властик какая-то работа на внутренней мышце бедра. И почему всё-таки станом айтега в классическом исполнении, если в широком приседании? Спасибо. Значит, первоначально относительно широкой постановки ног. Ну, у меня всегда была довольно-таки неплохая растяжка для паурифина. То есть я не сажусь, конечно, на шпага, но для тяжа у меня растяжка достаточно. Первоначально, когда я начал приседать широкой постановки ног, то широкая постановка ног это гораздо шире плеч, вот именно вот так. Соответственно, приседая, мы стараемся минимально колено смычать вперёд. Так вот, когда я начал приседать в широкой постановке ног, на больших весах досет был, на малых, конечно же, досесть трудно, потому что вес тебя недостаточно вниз продавливает, и возникают проблемы с досетом. Но когда по перевалечению веса, досет уже есть. Здесь вот лучший способ ориентироваться, потому что спортсмен, как правило, особенно если у меня технику, он плохо чувствует досет. Лучше, чтобы тренер или другой взрослый человек вот смотрел сбоку на досет, и по мере того, как спортсмен опускается в состоянии приседа, давал команду, например, оп, или вставай, или ещё какую-то, когда спортсмен досел. Таким образом, лучше всего выработать манеру седа как раз вот в дужную глубину, не глубже и не выше, соответственно. Теперь касаемо становой тяги. Почему становая тяга в классическом исполнении? Дело в том, что в приседаниях и становой тяги задействуются практически аналогичные группы мышц, но работают они по-разному. В становой тяге больший акцент идёт на мышцы бицепса в бёдер и на мышцы разгибателя спины, а в приседаниях больше на квадрицепс и на, соответственно, приводящую часть бедра. Кстати, возвращаясь к вопросу, приводящую часть бедра вообще никак не укреплял, никакие упражнения не делал. Самого широкого приседа оказалось достаточно. Соответственно, так как у меня было некоторое опережение в силе бицепса бедра, а техника сумму предполагает обратную ситуацию, когда квадрицепс значительно опережает бицепс бедра, то и тянул я, соответственно, в классике. И если обратить внимание на саму тягу, то было видно, что на максимальных лицах на старте у меня таз немножко поднимался вверх. То есть квадрицепс не мог сорвать и по мере поднятия таза в движение сильнее включался бицепс бедра. Вот оно, такое вот отличие, соответственно, в технике. И приседая в широкой постановке, я тоже старался приседать, вот значительно наклоняя корпус вперед, для того, чтобы опять же за счет вот этого вот разгибания, которое выполняют бицепс бедра, сильнее подключают бицепс бедра, которые лучше радуют в работу. То есть использовав тем самым по максимуму физические качества и степень развитости тех или иных групп в жизни. Пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста. Возвращаясь к вопросам о частых стартах, когда между стартами неделя, две, либо три. Вопрос, стоит ли в это время, когда не тяжелая тренировка, использовать упражнения для устранения тех ошибок, которые были выявлены на предыдущем старте. Либо все-таки приоритетным является раскручка, восстановление и подготовка уже к будущему. Спасибо. Значит, касаемо ошибок. Если ошибки были чисто технические, то есть, например, если спортсмен плохо ориентируется в командах судей, такое бывает. Если спортсмен не контролирует положение определенных частей тела в пространстве, может быть, вот, имеет некоторые грехи в технике, то имеет смысл устранять их постоянно вне зависимости от бедности соревнований. Если же не стереть о физических качествах, то есть, в данном случае, о силе, о степени развития предыдущих мышечных групп, то за неделю мы, как правило, сильно не можем повлиять на них развитие. Более того, если мы выступали на соревнованиях, то мы восстанавливаемся после нагрузки, которая была значительной, в обороте технических соревнований. И лучше дать этим мышцам полный отдых, чтобы на следующих соревнованиях они были полностью готовы к еще одному скачку, так сказать, максимальной работы. Вот такой вот подход. То есть, в данном случае, если говорить о технике, то нужно, конечно же, оперативно все эти моменты устранять. Если говорить о физических качествах, о силе, то лучше дать полную разгрузку и уже решать эти проблемы в следующем этапе подготовки. Еще один вопрос. Пожалуйста. Еще вопрос такой. Часто и у вас на сайте, и на других сервисных сайтах можно найти готовые раскладки. Хотел бы узнать ваше мнение, какую делать поправку, скажем, для человека. Я в данном случае сейчас тренируюсь натурально. То есть, я вижу те раскладки, которые предлагаются, в основном такие, которые без химии, ты не восстановишься просто. То есть, там по две тренировки в неделю, ноги там или нажим, вот три тренировки даже встречаются. То есть, для себя я чувствую, что я восстановиться не могу, хотя сейчас прогресс идет. Вот какие брать готовую раскладку и как поправку делать на натуральный тренинг? Значит, очень интересный, на самом деле, вопрос. И мне действительно часто спрашивают, как можно восстанавливаться, особенно натурально, то есть, спортсмены, которые не используют на физический строй. Я думаю, мы все здесь как бы свои и все понимаем, о чем идет речь. Как можно сжать, приседать два, три, четыре или даже пять раз в неделю и при этом восстанавливаться? Очень просто. Если мы жмем, например, вес, в понедельник мы жмем 50% 5 по 5, в среду мы жмем 60% 4 по 4, в пятницу мы жмем 70% 4 по 4. Объем нагрузки достаточно низкий и веса достаточно низкие. Между тренировками достаточно время, чтобы восстановиться психологически. И, соответственно, вот такой вот режим донирования, конечно же, он сильно не обременяет. Если же мы говорим о, например, подведении пиковая нагрузка, работа черный не в отказ на предельных весах, в среду еще раз пиковая нагрузка, в пятницу еще раз пиковая нагрузка, подологичные движения, например, только в жирной дружине, то это, конечно же, прямой путь к травме, передонированности, личная, я не знаю, никакую химия, которая поможет человеку в таких условиях прогрессировать. То есть важно при любом подходе, при любой системе подготовки тщательно подбирать веса и подбирать объем. Мы понимаем, что объем – это количество подъемов, например, 5 по 5, 25 подъемов к определенному весу. При этом процент, допустим, 65, 70, 75 процентов. То есть это определенное сочетание объема и интенсивности. Если интенсивность высокая, объем должен быть низкий. И наоборот. Если интенсивность низкая, например, 50, 55 процентов, мы можем родить в большем объеме. Теперь, что касается действительно интересного вопроса о химиках и натуралах. Вообще, в чем принципиальное отличие и как выжить дискурса больше? Чтобы выжить дискурса больше, конечно же, нам нужно, вот правильно человек сказал, чаще тренироваться. Чаще тренироваться, сохраняя прежний режим интенсивности. Опять же, анализировать тренировочный процесс, чтобы не было перегрузки, чтобы не было боли, допустим, в сиатских мышцах, чтобы не было передренированности, снижение мотивации и так далее, и так далее. Но в то же время увеличиваю преимущественно объем. Если вы на драху донируетесь два-три раза в неделю, то на химии, будьте добры, четыре, а то и пять раз посещайте зал. Опять же, тщательно подбирая веса, тщательно дозируя интенсивность, потому что фармакология любая притеси выдает восстановление. Тестостерон повышает значительность белка, то есть, опять же, восстановление. Фармакология дает возможность быстрее восстанавливаться, а, следовательно, мы можем чаще применять определенный вид нагрузок. Вот такое определяющее отличие в подходе. Будьте добры, еще вопросы. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий, у меня такой вопрос. Сколько нужно давать дней перед стартом на соревнованиях? Дни говорят, четыре дня, другие неделю. Может, чуть-чуть больше. Значит, это индивидуально для представителей различных весовых категорий и, соответственно, дни уже проще. Чем легче спортсмен, тем меньше ему нужно времени, чтобы остановиться. Таким образом, если спортсмен легковес, скажем, весит менее 70 кг, то я бы рекомендовал ему отдыхать не более двух дней. Вот. То есть, ну, предстоящая нагрузка, конечно, не должна быть пиковой, она должна быть либо средней, либо легкой. Два дня отдых, и уже потом можно выступать на соревнованиях. Если говорить о тяжеловесах, то этот срок увеличивается до трех-четырех дней. Вот такой подход. Пожалуйста, еще вопрос. То есть, опять же, вот я сейчас пока люди думают, формулируют, может быть, а говорят, что, конечно же, очень важно, чтобы предстоящие периоды тренировок, даже если будут тренировки, чтобы они обязательно были не тяжелыми, потому что тяжелые тренировки в значительной степени расходуют физические силы, в значительной степени расходуют физические потасовы спортсмена, которые, спустив вот таким образом на тренировках, можно недосчитаться на соревнованиях. И поэтому это важно, чтобы перед соревнованиями у спортсмена были тренировки легкие, чтобы была исключительно наработка соревновательного движения, чтобы был достаточный объем, который спортсмен выполняет, и таким образом подводится к соревнованиям. Пожалуйста, еще вопросы? Спасибо. 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 Мене хвилюет то, что у меня уже два года один, тот самый жим, и не получается его улучшить. И вспомогательное движение, когда жим лежа узким хватом, и брусья, и жим от пола. Ну, опять же, если нет прогресса, это и дельный признак того, что нужно что-то менять. Если нет прогресса 3-4 месяца, допустим, если спортсмен не увеличивает свои результаты, в особенности, вот если говорить, например, о людях, которые имеют большие результаты, которые же приближаются к целым рекордам и так далее, то им, конечно, прогрессировать сложно, им нужно решать нетривиальную задачу. Если же ответ в уровне ниже мастера спорта, то он прогрессирует даже постоянно, при условии, что он, конечно же, ответственно относится к тренировочному процессу. Поэтому, если прогресса нет 3-4-5 месяцев, уже это явный сигнал к тому, что нужно что-то менять. Вот конкретно об вашей ситуации можно сказать следующее. Я бы пересмотрел политику подбора весов, рабочих, пересмотрел политику объема. Если вы, допустим, тренировались 5 по 5, может быть, нужно начать тренироваться 4 по 10, или 4 по 12. Веса, соответственно, немножко снизить. И касаемо вспомогательных упражнений, не забывайте, пожалуйста, что если вы жмете широким хватом в соревновательном стиле, то прежде всего такой жим включает грудные мышцы. И именно грудные мышцы это основная мышца в жиме широким хватом. Поэтому больше, больше, больше упражнений на грудные мышцы. Жимы гантелей, сведения в тренажерах, кроссовер, жимы под различными углами, наклоны жим, жим вниз головой, то же самое в отношении жима гантелей. Варьируйте вспомогательные упражнения, варьируйте режим повторения подходов, чтобы сдвинуть максимально свой результат. И самое главное, не бойтесь, если у вас застой, не бойтесь снизить веса. Вот очень часто люди боятся снизить веса. Им кажется, что если они не будут работать на больших весах, то результат упадет. Это не так. нужно, если у вас застой, обязательно снести веса и попробуйте увеличить объем. Допустим, если у вас, допустим, жим 150 кг, вы работаете 120-130-140 кг, снести веса до 110, увеличьте количество повторений и посмотрите на конечный результат. Как правило, он будет удобно удовлетворить. Пожалуйста, еще вопросы. Кто там, этот человек, который обещал провокационные вопросы? Пожалуйста, друзья, любого характера. Если вы хотите прокомментировать что-то, может быть, спросить что-то провокационное, жесткое, острое, прошу вас, не стесняйтесь, задавайте. Потому что мы тут все скучаем, уже действительно, уже ходом, очень призы, и пойти домой, пожалуйста, провокационные вещи, будьте добры, хотя бы одну. Если вам интересно. Пожалуйста. Ну, да, пожалуйста. Здравствуйте. Хотели провокационные вопросы? Получайте. Недавно видел я на интернете, вконтакте, такой пост о том, что вы недавно получили травму трицепса. Это правда, или же вброс какой-то? Хотелось бы просто для себя уточнить. Ну, я уже отмечал, на самом деле, что это не просто вброс, но это просто была дезинформация. Сразу же после того, как была опубликована информация о травме трицепса, я пожал ночной пухлины 290. То есть, ну, с травмой трицепса, естественно, на 290 я бы не пожал. Зачем это было сделано? На самом деле, это и в травме, в кавычках, уже было около двух месяцев. У меня, когда я готовился, просто лопнул сосуд, был такой вот синяк. Вот. И совершенно случайно я его в скайпе с кем-то беседовал, вот просто сфотографировал, вот руку, вот я сижу, у меня как будто расстроено очень лицо, и я вот смотрю на этот синяк с обреченным видом и так далее. Это было нужно за тем, чтобы вот, вот это вот, в интернете есть определенная степень нетерпимости. Вот сейчас, если я спрашиваю вопрос, задаю какой-то, даже я уверен, если есть люди, которые там отрицательно относятся и так далее, и так далее, они про молчат, скажут все. В интернете же все норовят сказать, что все это лажа, Головинский плохой, он ничего не придумал и так далее. А триста он пожал, потому что звезды были в хорошей фазе, и луна была, ему для него это было благоприятное условие, сделать это может каждый. Вот, поэтому, чтобы таким образом где-то подыграть интернет-публике, сыграть на меня, вот, одновременно определить, вот, как люди видят неудачи великих спортсменов, потому что от многих ведущих атлетов все требуют рекорды, рекорды, только вперед, и как только хоть какой-то умек на шаг назад, сразу же многие либо отворачиваются, либо уходят, и так далее. Мне было просто интересно посмотреть, поэтому я допустил такую утечку, вот, особо прелывать усилия.